Время немножечко надушнить. Сегодня обсуждаем изменения, которые произошли в моем кастомном велосипеде на базе Шульц Вандерер спустя два года. Этот материал выйдет в двух форматах, в видеоформате и формате подкастов. Он является продолжением серии видеороликов, где я собирал этот замечательный велосипед. Поэтому, если вы хотите ознакомиться со всеми подробными характеристиками, с философией, как я собирал этот велосипед, почему я выбрал именно эти комплектующие, то переходите по ссылочке в описании и обязательно смотрите. Там, по-моему, три или четыре видео, где я собирал этот велик. В общем, там вы найдете всю необходимую информацию. Сегодня же мы сосредоточимся только на изменениях. Заваривайте что-нибудь вкусного поесть-попить, а мы начинаем. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это руль и вынос. Вынос в изначальной сборке стоял от Marina for Corners на 70 мм с подъемом 7 градусов. И руль Velo Orange Dacia Bar на 440 мм. Я, кстати, до сих пор его считаю одним из самых охренительных рулей, которые можно выбрать для туризма. У него очень длинные дропы и наваливать на нем просто одно удовольствие. Но у этого руля есть одна большая проблема. Это его размерная сетка. Он существует только в размерах 440 и 480 мм. 480 мм для меня это слишком штурвал. Я бы не рискнул на таком руле кататься по дорогам общего пользования. А руль 440 для меня оказался немножко узковатым. И я все-таки решил рискнуть и попробовать взять 440 руль, покататься на нем, посмотреть, как бы будет норм, не норм. В итоге, в принципе, было удобно, пока я не начал использовать большие нарульные сумки. После того, как мне вот Саша и Майси Байкпэк сшил вот этот вот замечательный комплект байкпакинга, о котором мы еще сегодня поговорим, вот эта вот нарульная сумка, в которой я вожу фототехнику, она оказалась очень большая для этого руля. И мне было крайне дискомфортно и тесно с ним кататься. Еще, кстати, параллельно я сменил вынос, потому что на стоковом выносе от Marina Four Corners было довольно неудобно. Мне приходилось слишком сильно тянуться вниз к рулю. Поэтому я решил взять руль с подъемом и отжал у Игоря вынос на 80 мм с подъемом 17 градусов. И вот в таком сетапе было уже кататься довольно комфортно. Но повторюсь то, что руль как и по ощущениям, так и на практике оказался очень узким для меня. И я решил сменить его на руль от Schultz Boys Don't Cry, который благо существует в усредненном размере 460 мм. И вот с ним мне уже стало более-менее комфортно. Но так как я сменил руль, у него оказался другой рич, и мне снова пришлось играть с выносами. Поэтому финальным аккордом была покупка выноса Uno на 70 мм с подъемом 35 градусов. И вот сейчас вот в таком вот сетапе я и катаюсь. Велосипеду вернулась такая некая плюшевость с точки зрения посадки, потому что она стала такой очень вертикальной. И я прям с ностальгией вспомнил Marine for Corners, у которого был огромный рулевой стакан. И ты там тоже сидел практически как на табуретке. И вот в таком режиме мне кататься сейчас довольно комфортно. Переходим к экипировке. Изначально я катался с байкпакингом от чешской компании Ispac. Но когда я уже собирал этот велосипед, я понимал, что буду заказывать под него кастомный комплект сумок. После того, как я вернулся с первого велопохода, я решил обратиться к Саше Майси Байкпак, для того, чтобы он сшил вот этот вот замечательный комплект. Долго на нем останавливаться не буду, потому что есть полноценный видеообзор, практически на 40-45 минут, где я подробно рассматриваю каждую сумку, уделяя внимание мелочам. Сегодня же хочу упомянуть только то, что я смог наконец-таки использовать по назначению велкор-панель на внутрирамной сумке. Я купил для нее шевроны, тут российский флаг, шеврон с кемпингом, Сиба Ину, как такой охранник в походах. С обратной стороны у меня шеврон Туринг Байк Тайм, еще со старым логотипом, Коты, которые им и янь очень интересные, и шеврон Лес Мой Храм. Так что я вот красиво украсил эту сумку, мне она теперь прям очень доставляет, и велосипед приобрел тот стиль, который я хотел. С точки зрения формата экипировки тоже произошли радикальные изменения. Я снова вернулся на передний багажник. Те, кто нас давно смотрят, еще там с 2020 года, когда мы катались в наш первый поход в Романцевские горы, тогда я тоже использовал передний багажник. Это была моделька от TU Bicycle, стальная и разборная. Багажник оказался довольно жиденьким, и мне вообще не понравилась управляемость с ним, поэтому после этого похода я решил отказаться от багажника и перейти на байкпакинг. И тогда еще помню в обзоре Шульц Лон Рейнджер, самым первым я заявил то, что возможно я вернусь на передний багажник, если я найду ту модельку, которая меня будет полностью устраивать. И вот наконец-то это произошло. Я искал багажник по трем главным критериям. Первый критерий это он должен быть неразборный. Второй критерий он должен быть алюминиевым, потому что этот багажник тогда будет немножечко легче и чуть более собранный. И третий, наверное, самый важный критерий, это то, что у него должен быть правильный центр тяжести. То есть когда мы вешаем боковые сумки, у нас они должны быть максимально близкие к центру оси вращения колеса. И как раз-таки этот багажник соответствует всем моим пожеланиям, и это модель Bontrager Carry Rack. Это моделька от 520-го трека. Она алюминиевая, она неразборная, и она имеет правильный центр тяжести. Это просто охренительный багажник, который еще вдобавок ко всему имеет крепление под свет. Чего, кстати, лишены большинство багажников, которые продаются и на российском рынке, и на мировом рынке. И, соответственно, после того, как я приобрел багажник, я задумался над покупкой боковых сумок. Долго-долго искал варианты. Сначала думал, может быть, переплатить и взять ArtLib. Но потом наткнулся на скидку на Озоне и успел урвать как раз-таки перед закрытием докатлона боковые сумки Touring Riverside на 15 литров каждая. Это ПВХ-сумки, которые имеют жесткий каркас, которые имеют классные крепления, правильные. И вот с ними я как раз проехал последний ПВД, который мы катали с Игорем, в Никола-Ленивец. Теперь, с точки зрения экипировки, этот велосипед меня полностью устраивает. Многие спросят, типа, Сань, а нафига ты перешел на передний багажник, если у тебя уже настолько продвинутая экипировка, настолько легкое снаряжение, что у тебя все умещалось в байкпакинг, и ты там последние два года катался и горе не знал. Ну, тут есть две главные причины. Первая причина такая немножечко отмазная, потому что байкпакинг, его достаточно сложно упаковывать. Вам приходится тратить много времени для того, чтобы правильно распихать сумки, для того, чтобы они там не разбалтывались, чтобы у вас был правильный центр тяжести. С точки зрения боковых сумок, их набивать намного быстрее, намного удобнее, и с утра это экономит очень много времени. А с точки зрения перспектив, я вернулся на багажник, потому что я планирую попробовать пакрафт. Новички спросят, что такое пакрафт, если говорить простыми словами, то это надувная лодка. Есть даже отдельный вид туризма, который называется байкрафтинг. Это когда вы часть маршрута едете на велосипеде, и часть маршрута вы переправляетесь через водоем вместе с велосипедом. Соответственно, апгрейд экипировки был еще и таким неким заделом на будущее. Кстати, те, кто увлекаются байкрафтингом, напишите, пожалуйста, в комментариях, посоветуйте какие-то варианты не особо дорогих лодок-пакрафтов. С чего лучше начать новичку, потому что я никогда не плавал на лодках, и тем более не переправлял на них велосипед. Вот хочу попробовать позаниматься байкрафтингом, поэтому буду рад любым советам. Пару слов о педалях. Изначально я катался на педальках Тайм, модель Атак 4, по-моему, и мне они показались довольно спортивными, потому что когда вы передвигаетесь по сложному рельефу или тем более по размытым грунтам, из них очень тяжело выстегиваться. Для меня это было очень травмоопасно, и я решил попробовать перейти на стандарт СПД. Тут еще сыграла роль унификация, потому что Игорь тоже использует СПДшные педальки, и если мы, допустим, поменяемся велосипедами, нам не нужно будет перекручивать шипы. Мы просто в своей же обуви, со своими же шипами тупо вщелкнемся и как бы спокойно поедем. На первое время я решил взять педальки из докатлона, когда он еще был открыт. Это копия Shimano M520, и они оказались просто лютым говнищем. У них не держит пружина, и у них клинил механизм. У меня было пару раз, когда я подъезжал на светофоре, пытался выстегнуться, а у меня просто намертво держит ногу. Я как бы ни ворочал своей ногой, я не мог выщелкнуться из этой педали. Это очень травмоопасно, и я никому не советую их покупать, если вы их найдете на вторичке. Соответственно, я вот покатался на них совсем чуть-чуть, и потом передо мной снова стал выбор контактных педалей. И тут как раз-таки на Озоне я увидел акцию, по которой я урвал последний комплект. Лук-экстракт из ограниченной серии, которая там гравильная, по-моему, Гревл, что-то там она называется. Они вот в таком вот просто потрясающем коричневом цвете, с серебряными вставками, и они просто идеально подходят под стилистику моего велосипеда. Это лучшие контактные педали, на которых я катался, серьезно. Они очень мягенькие, они очень отзывчивые, они легко вщелкиваются, они легко выщелкиваются, у них отлично регулируется пружина, и это просто лялечка, а не педали. То есть, если вы найдете их в свободной продаже, либо же будете брать их на вторичке, я вам их дико советую. Но переходим к самому интересному, это велсеты и покрышки. Хочу начать с покрышек, потому что это, наверное, моя самая лучшая инвестиция за все время использования этого велосипеда. Кто-то может сказать, что я переобулся, притянуть меня за слова, мол, типа, Саня, ты всегда говорил то, что МТБ дробар не подходит тебе как основной тип велосипеда, потому что ты любишь дорожный туризм. Да, я это утверждал в обзоре Шульц Бойс Дон Край, я об этом говорил в обзоре Конос Утро ЮТД. Вы можете считать то, что я переобулся, но я считаю это закономерной эволюцией моих взглядов на туризм. Потому что, если вы посмотрите последние наши походы, у нас появилось большое количество убитого асфальта, у нас стали более затяжные гравийные дороги. И иногда мы вляпываемся в такие сюрпризы, как размытые грунты, там, в лесу после дождя. И иногда приходится там от 5 до 10 километров на себе тащить велосипед. Это не круто. И когда я катался на покрышках Panoracer Gravel King, я понимаю то, что я на них могу нормально ехать только по асфальту. Как только меняется рельеф, это начинается либо жуткая тряска, либо нет держака, либо, ну, просто дискомфортная езда. И поэтому я считаю то, что вот прошла некая эволюция моих взглядов, и я все-таки пришел к тому, что путешествовать по России можно только на резине больше двух дюймов. И обязательно, чтобы у вас был какой-никакой протектор. В целом, я не просто доволен этими покрышками, я очень доволен этими покрышками. У них офигенный протектор. Они держат отлично как на размытых грунтах, так и на сухих грунтах. Иногда бывало то, что я на Panoracer выкатывался там в лес, и когда у вас сильно раскатанная колея, вам нужно там аккуратненько по бачку проехать там лужу или какое-то препятствие. Бывало то, что я на них соскальзывал прям внутрь колеи. С этими же покрышками все отлично. Иногда бывает, вы так ювелирно можете проехать по боковине, и это просто доставляет неимоверное удовольствие. С точки зрения мягкости, это прям офигенно мягкие покрышки. И для меня это один из главных критериев выбора резины, потому что мягкие покрышки это дает вам гарантию комфорта и дает вам хороший накат. С этими покрышками прям все отлично. Они идеально мягенькие. С точки зрения комфорта они добавили, наверное, 100 или 200 очков комфорта у этого велосипеда. Вандерер на Panoracer Gravel King это откровенная табуретка. Вандерер на Vittoria Barza 2.1 это офигенный плюшевый байк, на котором вам хочется кататься каждый день по любым типам покрытий. Таким офигенным покрышкам нужен не менее офигенный велосет. Я решил не покупать его в сборе, а собирать его сам. Втулочки я выбрал от российской компании Ride. Они идут на эксцентриках и на промах. Задняя втулка у нас идет под 6 собак. И это точно такая же конструкция, как у BMX. Она такая же звонкая. Когда я только-только собрал эти колеса, мне в комментариях писали, мол, Саня, нафига тебе такая звонкая задняя втулка? Через месяц она тебя задолбает своим треском и ты ее сменишь. Ну, не знаю. Я вот уже чуть больше года катаюсь с этой втулкой и она меня продолжает радовать. У нее, кстати, есть одно неоспоримое преимущество. Зону, либо едете небольшой участок по тротуару, вы перестаете крутить педали и вас становится слышно. Мне это прям дико доставляет. Спицы и не пиля я уже заказывал в мастерской, где мне спицевали колеса. Поэтому я даже не помню, у каких они брендов идут. Обода я решил выбрать ZTR Flow на 30 миллиметров. Это эндуровские обода. Они поддерживают бескамерную установку колес. И кто-то скажет то, что, Сань, это избыточно. Нет, я считаю то, что это классные обода для туризма, потому что они достаточно прочные и при этом не такие тяжелые. И я еще раз убедился в своем правильном выборе после того, когда установил покрышки на эти обода. И они получились практически паспортного значения. То есть, если мы переведем 2,1 дюйма в миллиметр, у нас получится 53,34 миллиметра. А реальная ширина покрышек на этих ободах получилась где-то 52,8 миллиметра. То есть, это практически паспортное значение. И это показывает то, что этот комплект прям удался. Мне он дико доставляет. И я буду продолжать им пользоваться. Ну и поговорим о главном. Это о зазорах с вот этим вот комплектом колес. Признаюсь честно, зазоры здесь ничтожные. Если мы обратимся к официальному сайту Шульца, то Вандерер у нас максимально может скушать покрышки до 2,0 дюймов. Раньше я думал, что это некое лукавство. То, что Паша указал это с неким запасом. Но сейчас я понимаю то, что реально вы сюда больше чем 2,0 дюйма с комфортом не воткнете. Потому что вот здесь получается реальный 2,1 дюйма. И уже им очень-очень тесно. Чуть какая-то маленькая микро-восьмерочка. И у вас начнется биение о раму. То есть снизу особенно нижние перья, они очень-очень узкие. И там зазоры практически ничтожные. Я понимаю, что если я словлю восьмерку, то у меня покрышка протектором будет шкрябать о перья. Кстати, когда я их только-только установил, эти колеса, и поехал обкатывать, у меня, оказывается, заднее колесо было заспецовано не совсем ровно. И я как раз-таки почувствовал это биение. Мне оно очень не понравилось. И после того, как я приехал домой, я начал немножечко выправлять зонт колеса. И сместил его там на пару миллиметров. После того, как я выровнял, уже стало немножечко получше. Но если вы планируете в Wanderer ставить покрышки больше, чем реальные 2,0 дюйма, именно реальные, когда вы по штангенциркулю замерите и поймете, что у вас 2 дюйма, то лучше именно больше не ставить. То есть 2,0 это реальный максимум. Что же касается крыльев, то, естественно, мне пришлось их демонтировать. Спереди оно вообще бы никак не влезло, поэтому я оставил только небольшой брызговичок, который вот у меня воткнут на нижней трубе сзади. Ситуация немножко поинтереснее. Я решил все-таки оставить полноразмерное крыло, потому что грязи иногда в походах летит порядочно. И как это было сделать? Ну, единственный вариант, это вот, как я и придумал, выпилить часть, которая идет около подседельной трубы и замкнуть крыло на перемычке около верхних перьев. Я придумал небольшой треугольничек, просверлил в нем 2 отверстия, такой даже не треугольничек, наверное, уголок его лучше назвать. И разместил то же самое крыло, по-моему, оно идет на 53 мм, если я не ошибаюсь. И для этих покрышек это очень узкое крыло, поэтому я решил его максимально приподнять и сделать большой грязевой зазор, для того, чтобы крыло не барабанило о покрышку. В завершение хочется поговорить о фреймсете Шульц Вандерер, какие у меня остались от него впечатления после двух лет эксплуатации, что я еще буду менять в своем кастомном велосипеде и собираюсь ли я переезжать на новый фреймсет. Ну, начнем по порядку. Фреймсет Шульц Вандерер мне, в принципе, понравился. Он классный, но у него есть несколько нюансов. Первый нюанс – это довольно низкий рулевой стакан, и при этом у вас еще и короткий довольно шток идет. То есть вы не можете нормально доставить на него большое количество колец, для того, чтобы сделать посадку более комфортной. И вот приходится прибегать к таким решениям, как выносы с подъемом вплоть до 35 градусов. У конкурентов все-таки рулевые стаканы побольше. Мне, например, нравится, как делает компания Марин в случае со своим фокорнерсом, или, допустим, как делает компания Кона. У них тоже довольно высокие рулевые стаканы. Вот после того, как я катался на Кона с утра ЮЛТД, мне посадка там показалась более комфортной. И второй, наверное, самый такой жесткий нюанс – это все-таки очень узкие перья. Потому что если мы возьмем Q-Factor, да, Вандерера, он довольно-таки большой, и вы сюда все равно не запихнете систему с шоссейным Q-Factor, да, так там 150 или 151. Поэтому я не понимаю, зачем было делать такие узкие перья. С одной стороны, наверное, Паша, как проектировщик, он задумывал только максимум 2,0 дюйма. Но с точки зрения практичности, мне кажется, это немножечко проигрышная ситуация, потому что Вандерер все используют в основном с МТБшными шатунами. А МТБшные шатуны, они там имеют Q-Factor, там 170, там некоторые даже 180 имеют. И поэтому, в принципе, можно было перья снизу чуточку раздвинуть, и тогда бы комфортно встала покрышка там 2,1, либо, возможно, какая-то покрышка 2,0 с очень-очень агрессивным протектором, и потребитель бы от этого только выиграл. Но тут я никого осуждать не буду. Если Паша так решил, то как бы его видение, как бы все вопросы к нему. В этом смысле мне, конечно, больше нравится Pride Rocks Tour, даже не с точки зрения длины перьев, а с точки зрения ширины, потому что туда спокойно влезают покрышки там до 2,3 дюймов. И, на мой взгляд, с точки зрения практичности, это намного-намного круче. Буду ли я что-то еще менять в своем кастомном велосипеде? В принципе, он меня уже полностью всем устраивает. Он доведен уже до такого идеального состояния. Но я все-таки, наверное, еще поменяю руль. И не сказать, что руль от Boys Don't Cry меня чем-то не устраивает. Просто я, копавшись на Алиэкспрессе недавно, увидел то, что они выпустили туристический дробар-руль с петлей. И я такой понял, что, блин, я его хочу. Я реально его хочу попробовать, потому что там как раз-таки все то, что я давно-давно уже хотел. Там верхний плоский хват и петля для того, чтобы можно было там по дорогам наваливать в аэродинамичной позиции. При этом он существует в размере 460 миллиметров, как мне и нужно. И он довольно комфортный должен быть по посадке. При этом он не карбоновый, он алюминиевый. И тут не такие высокие риски того, что он где-то у меня в походе отлетит, и я останусь без зубов. Это, наверное, единственное, что я заменю. И там уже посмотрим. Возможно, мне еще придется поиграться с выносом. Если кому-то интересно, я могу оставить ссылочку в описании на этот руль. Вы тоже можете его заказать, попробовать. В общем, это очень интересная история. Буду ли я менять фреймсет Вандерера на какой-то другой? Пока что нет. Пока таких планов нет, потому что нет особого выбора, на что его сменить. Вандерер – это, наверное, лучшее сейчас решение из бюджетного сегмента для велотуризма. Но я очень жду Шульц MTV – Morning Train to Выборг. Он выйдет, скорее всего, только весной 2024 года. Ждать еще очень-очень прилично. И я на этот велосипед возлагаю очень большие надежды. Я хочу его сначала потестировать, понять, насколько он классным получится в финале. И если он по ощущениям и по характеристикам мне зайдет намного больше, чем Вандерер, возможно, в будущем я приобрету его фреймсет и как раз-таки всю свою навеску отсюда перекину на Morning Train to Выборг. Многие скажут, что он же разработан под прямой руль. Ну, тут как бы можно немножко поиграться, взять ростовку поменьше. И если я угадаю со всеми этими параметрами, если все отлично сложится по ричу общему, то есть там ричи рамы, ричи руля и длина выноса, если это все отлично склеится, то, возможно, получится довольно-таки неплохой велосипед. Но это уже будет совсем другая история. Спасибо большое за прослушивание, за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте пользоваться промокодом турбайк тайм, который вам дает скидку 3% у наших друзей магазина Дабл Спорт. Всем счастливо!